Всем привет! Решил сделать небольшой ролик о наболевшем, о круговом движении. Ну а точнее о долбоящерах на этом круговом движении. Сама идея кругового движения вроде бы неплоха. Перекресток разгружается, светофора нет, проезжаться в теории должен быстрее традиционного и наверное даже безопасней. В лоб или в бок перпендикулярно никто тебе не прилетит. Но у нас почему-то далеко не всегда хорошую задумку получается реализовать как надо. Для начала я кратко напомню правила проезда по круговому движению. Те кто въезжает на круг должны пропустить двигающихся по кругу. Ну если знаки приоритета не устанавливают другой порядок. Въезжать на круг можно с любой полосы, а съезжать с круга по умолчанию можно только с крайней правой. Бывают исключения, как здесь, когда разметка разрешает покидать круг не только с крайней правой, но это частный случай. Если никаких обозначений нет, только с крайней правой полосы. В общем-то и все. По-моему довольно просто и понятно. В последнее время мне довольно часто попадаются перекрестки с круговым движением. Буквально каждый день я один-два круга допроезжаю и наверное в половине случаев я сталкиваюсь с одним и тем же нарушением. Водители съезжают с круга не с крайней правой полосы, как это предписывает правило, а с какой получится. Со второй, иногда даже с третьей. В этом случае возникает прям конкретный риск столкновения. На кругу большого диаметра, как вот в данных эпизодах, где несколько полос движения, где автомобили должны успевать перестраиваться в нужный ряд, проблем вообще быть не должно, хотя и там случаются. А вот на кругу небольшого диаметра проблема конкретно обостряется. Больше половины автомобилистов либо тупо не знает, как надо правильно проезжать круг, либо им просто лень напрягаться. Лично я стараюсь занимать ту полосу движения, которая позволит мне въехать в крайнюю правую полосу круга, чтобы на самом кругу не перестраиваться, и покинуть его, не нарушая ПДД, с крайней правой. Есть, к счастью, водители, которые знают и делают как надо. Вот как Тигуан ехал в левый, перестроился в правую и покинул круг с крайней полосы. Но, как показывает опыт, такие, как я и он, явно не в большинстве. Буквально в половине случаев приходится уворачиваться от тех, кто съезжает с круга с нарушением. И хорошо еще, если водитель включает поворотник, показывая, что он перестраивается. Так хоть можно притормозить и пропустить. А большинство, по моим наблюдениям, левой рукой в штанах, видимо, шары гоняет, поэтому поворотника им включать нечем. По сути, эта ситуация ничем не отличается от той, где на обычном перекрестке водитель поворачивает на 90 градусов не с крайней полосы, а со второй, с третий. Таким образом, траектории движения пересекаются и высока вероятность столкновения. У меня пока получается уворачиваться, потому что я всегда жду подвоха от тех, кто едет слева. Но далеко не всем это удается. Подобные аварии, увы, не редкость. А тут инспектор, видимо, объясняет очередному бедолаге, как надо правильно съезжать с круга и кто виноват в этой аварии. Я давно не слышал про автоподставщиков. Не знаю, промышляют ли они сейчас на дорогах, но здесь, по-моему, прям золотая жила. Просто едешь по правой полосе и ждешь, когда в тебя кто-то приедет. А еще не все понимают, как правильно заезжать на круг. Я показывал как-то в мотобуднях это место. С левого ряда здесь нужно заезжать в правый ряд круга, а справа уходить на другую дорогу за пределы круга. Ну или включив поворотник левый, пропустив всех слева, можно въехать на круг. Но многие, судя по всему, водить учились на ишаке и плевать хотели на все эти заморочки. Они тупо едут прямо и считают себя правыми. Когда им сигналишь, пытаясь как-то намекнуть, что они, мягко говоря, неправы, получаешь в ответ ругань и всякого рода негатив. В этом эпизоде на первый взгляд может показаться, что не прав я. Но если внимательно посмотреть, проанализировать ситуацию, то получается, что я сейчас въезжаю на круг и еду по крайней полосе круга. У меня преимущество. А таксист, въезжая на круг, обязан был меня пропустить. А он даже падлоповоротник не включил. Надеюсь, хоть кто-нибудь увидит себя в этом ролике со стороны и задумается, блин, а ведь правда, я именно тот долбан, который так и делает. Ну и, надеюсь, сделает правильные выводы. Напоследок хочется рассказать еще об одном в чем-то схожем моменте на дороге. Есть у нас замечательный Лихачевский проспект. Раньше он был ничем не примечательной трехполосной дорогой с привычной схемой движения по полосам. Две правые полосы двигались прямо, скрайний левый поток мог поворачивать налево. Но в какой-то момент здесь, как мне кажется, решили поэкспериментировать над водителями. Сузили полосы, сделали вместо трех четыре, выделили правую подавтобусную. Не везде, а какими-то местами. А еще разметку особым образом нарисовали. Теперь перед перекрестком все полосы смещаются вправо, образуя отдельный такой аппендикс для поворота налево. То есть, двигаясь в левой полосе, не нужно было постоянно перестраиваться, что в определенной степени удобно. Но из-за этого приходилось перед каждым перекрестком довольно сильно петлять сначала вправо, а потом влево. Я перемотаю этот сюжет на начало, скорее всего немногие заметили. Дамочка на микре в танке. Она не видит разметку, ну или ей все равно, что там нарисовано. Она тупо едет прямо. И в этом эпизоде, и в следующем. И проблема в том, что, по моим ощущениям, у процентов 20-30 водителей в этих местах едут так же, просто прямо. Приходится следить за всеми вокруг и уворачиваться периодически. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь представьте, что происходит, когда разметки не видно. Например, зимой. Тут уже примерно на 50 соотношения. Кто-то, как я, знает и помнит, что разметка здесь делает вираж и пытается ехать как надо. А другие либо не помнят, либо едут первый-второй раз и просто не знают. Вероятность столкнуться очень высока. И вообще непонятно, как быть в такой ситуации. Если ехать по разметке, дашь в бочину тому, кто едет прямо. Поедешь прямо, тебе кто-то даст в бочину, кто едет по разметке, и ты окажешься виновником ДТП. Когда солнце светит таким образом, ситуация примерно такая же, как и зимой. В общем, трэш еще тот. А потом стало еще интереснее. Разметку старую частично стерли, но стерли так, что следы ее остались. А новые не нанесли. И начался вообще хаос. Никогда не угадаешь, как поедет машина рядом с тобой. Через какое-то время разметку сделали опять по-новому. Поворот с левого ряда сделали как раньше, когда его не выделяли в отдельный аппендикс. Но после перекрестка разметка все равно смещала поток влево. Что второй ряд становился первым, третий, вторым и так далее. И в въезжая на лихачевку в самом правом ряду, двигаясь без перестроений, ты через три перекрестка оказывался в самом левом ряду у отбойника. Не очень понимаю, на хрена стоят такие эксперименты. Надеюсь, они кроме ДТП что-нибудь додали организаторам дорожного движения. Хочется в заключении пожелать всем быть внимательней на дорогах и не тупить. Продолжение следует...